На срочном заседании Совбезоон Украина и Россия обвиняли друг друга в подрыве Каховской ГЭС, называя это террористическим актом. Экологической бомбой массового поражения и экоцидом назвал подрыв Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский. Фермеры Литвы бьют тревогу из-за засухи. Они могут потерять треть урожая. В Польше введен самый высокий уровень пожарной опасности. Подрыв плотины Каховской ГЭС повлек за собой срочное заседание Совета Безопасности ООН. Генсек Антонио Гутерриш назвал случившееся еще одним разрушительным последствием вторжения России в Украину. Москва и Киев обвиняют друг друга в том, что в сооружении образовалась зияющая дыра. Сходятся во мнении они лишь в одном. Это был террористический акт. В ночь на 6 июня киевский режим пошел на немыслимое преступление. Подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению реки Днепр. Я хочу подчеркнуть, что руководство вооруженных сил Украины открыто заявляло о готовности подорвать эту дамбу для получения военного преимущества еще в прошлом году. Обе стороны использовали такие термины, как «экоцит» и «экологическая катастрофа», чтобы описать потоки воды, хлынувшие через разрушенную дамбу и опустошившие расположенное выше по течению Каховское водохранилище, одно из крупнейших в мире. В зоне затопления после подрыва Каховской ГЭС на реке Днепр остаются десятки тысяч людей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер обвинил в подрыве гидроэлектростанции Россию. По словам Зеленского, уничтожение дамбы и водохранилища – это удар по окружающей среде, после которого природе придется восстанавливаться десятки лет. Каховская плотина и гидроэлектростанция на Днепре находятся в районе, который Москва контролирует уже более года. В Украине считают, что ГЭС была преднамеренно заминирована и взорвана россиянами. Москва обвиняет в произошедшем Украину, заявляя, что ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды. Украинские власти сообщают, что в зоне затопления оказалось более 80 населенных пунктов, требуется эвакуация примерно 40 тысяч человек. О жертвах среди гражданского населения и военнослужащих не сообщается. Российские СМИ со ссылкой на оккупационные власти Новой Каховки передают, что не менее 7 человек пропали без вести в результате неконтролируемого сброса воды из водохранилища. Сообщается, что в результате прорыва ГЭС в оккупированной России части Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации. Россия названа террористическим государством, стремящимся стереть украинскую идентичность. Об этом говорилось во вступительных выступлениях в Международном суде ООН в ГАГе. Дело возбуждено Киевом, который просит Верховный трибунал ООН обязать Москву выплатить репарации за исторические нападения на районы Восточной Украины, удерживаемые сейчас сепаратистами из-за аннексио Крыма. Смотрите, что происходит сейчас. Россия не более ограничена себя к дискриминации в Крыме. Сейчас она пытается укрепить украинскую идентичность везде. Она даже вставляет наших людей через фильтрационные кемпы, депортируя наших детей и защищая их собственные идентичности от них. Россия просто демонстрирует существование украинской идентичности. Представители Москвы изложат свою ответную позицию в четверг. Это дело – одно из нескольких судебных процессов против России, связанных с Украиной. Оно включает и обвинение в насильственной аннексии Крыма в 2014 году, за которым последовало и прошлогоднее российское вторжение в Восточную Украину. Решение Международного суда ООН обязательное для исполнения, но инстанция не в состоянии это обеспечить. Два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в Ричмонде, штат Виргиния. Все произошло рядом с театром, где только что закончилась церемония вручения аттестатов выпускникам средней школы. Задержан 19-летний подозреваемый. Ему будут предъявлены обвинения в двух убийствах второй степени. По данным полиции, среди жертв – один из выпускников и 36-летний гость церемонии. И как минимум, с одним из них подозреваемый был знаком. Этот инцидент стал 279-м массовым расстрелом в США в этом году. Несмотря на недавние обильные дожди по всей Европе, в некоторых регионах по-прежнему стоит засуха. Фермеры в Литве вынуждены поливать свои посевы днем и ночью. Многие опасаются, что если засуха продолжится, они могут потерять около третий урожая. Лесники также обеспокоены. В этом году уже произошло 70 лесных пожаров. Но поскольку метеорологи прогнозируют отсутствие дождей в ближайшие дни, риск возникновения новых очагов возрастает. Поэтому людей просит быть бдительными. От отсутствия осадков страдает и Польша. В стране объявлен самый высокий, третий уровень пожарной опасности в большинстве сухих лесов. Если ситуация не изменится в ближайшие дни, власти будут вынуждены ввести запрет на посещение лесов по всей Польше. Эксперты предупреждают, что для Европы нынешний летний сезон будет, как и предыдущий, непростым. Уже сейчас прогнозируется, что этот год будет жарче, чем 22-й и станет пятым или шестым самым теплым годом в истории. В рамках объявленного во Франции национального дня протеста против пенсионной реформы во вторник группа членов профсоюзов вторглась и на некоторое время заблокировала штаб-квартиру Оргкомитета Олимпийских игр 2024 в Париже. Одновременно с этой акцией по всей стране начались массовые демонстрации и митинги несогласных с президентским декретом, принятым 20 апреля. Несмотря на угрозы профсоюзов продолжить протесты против пенсионной реформы, президент не намерен уступать демонстрантам. И для реализации своего проекта он планирует задействовать все имеющиеся в его распоряжении конституционные рычаги и инструменты власти. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...